Важнейшим событием в 40-летней истории новочебоксарского «Сокола» является переход под эгиду высшей хоккейной лиги. Это подстегнет спортсменов к более ответственному подходу как к тренировочному процессу, так и к повышенной самоотдаче во время официальных игр, чтобы соответствовать уровню лиги. Селекция в команде велась, продолжается по сей день и не остановится по ходу сезона. Место в основном составе нужно заслужить. Команда заявлена в составе 23 хоккеистов. Шанс отличиться есть у каждого спортсмена без исключения. Все зависит только от самих ребят. Самое главное, что уже будут требования, вот видите, в каком дворце играть. Когда мы играли, мы играли на открытом новом чебоксарском. Поэтому сейчас даже выходить сюда, это уже приятно и к чему-то обязывает. Поэтому хотим научить их быть готовыми к таким событиям и играть так, как нужно в этой лиге. Не в той, которой раньше где-то были, а здесь. И соответствует тому требованию, я еще раз повторюсь, которое сейчас к ним предъявляется. Первенство высшей хоккейной лиги сезона 2015-2016 стартует 17 сентября. А первые домашние матчи «Сокол» сыграет в Ледовом дворце Чебоксара-арена 19 и 20 сентября. Соперником нашей команды станет Смоленский Славутич. Многих интересует, почему игры пройдут в Чебоксарах. Таков регламент. Но, возможно, матчи будут чередоваться и в Чебоксарах, и в Новочебоксарске. Хотелось бы, чтобы все пришли на хоккей, и в такую арену грех не прийти. Если на новом Чебоксарском «Соколе», когда был открытый, полный был по 5-6 тысяч, то здесь, я думаю, мы будем стараться, чтобы своей игрой заманить болельщиков и радовать их. 19 и 20 сентября игры пройдут в 13.00. 23 и 24 сентября «Сокол» примет хоккейный клуб «Тамбов». Начало в 18.30. 27 и 28 сентября соперниками нашей дружины на домашнем льду станут хоккеисты из Ростова-на-Дону. Начало 27 в 13.00. 28 сентября в 18.30. Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.